Привет, друзья! С вами я, Эдскраббер. И сегодня у нас второй топ от 200 до 250 долларов. Это часть номер 2. Первая часть появится здесь. Вот ссылочка сверху будет. И вы можете попозже его посмотреть. Ссылочка будет в описании под этим видео. То есть проблем никаких нет. Очень популярная категория. Давайте начинать, потому что не так у нас много времени. И первый телефон, друзья, это Lenovo. Lenovo Z5s. Не ругайтесь, друзья. Здесь великолепный параметр. Я немножечко поясню, почему я включил этот телефон в этот топ. В общем, по параметрам. Здесь 6,3 дюйма экран. FHD+, разрешение 409 ppi. Это IPS-матрица. Здесь сразу, друзья, 710 дракон. И это уже как бы плюс этого телефона. Adreno 616 видеоускоритель. Версия начинается от 4,64. В Antutu приблизительно около 174 тысяч баллов он выбивает. Батарея небольшая, не маленькая. 3300 мАч. Но хотелось бы, конечно же, друзья, побольше. Wi-Fi здесь на 5 Гц раздачи. USB-C есть. Миниджек есть. NFC, друзья, нет. Вот как бы этот косяк вот этого телефона, наверное. Если бы они хотели бороться с Xiaomi-шниками, даже с Meizu или с кем-то еще, то им нужно было ставить NFC. Наверное, это был бы еще один козырь и склонил бы в пользу Lenovo. Но немного о Lenovo еще поговорим. В общем, основная камера здесь на 16 мегапикселей. И она здесь стройная, то есть тройная камера 16, 8, плюс 5 мегапикселей. В общем, много камер, зачем они нужны, если честно, здесь нет. В Huawei P20 Pro мы верим, а Lenovo Z5s, если честно, нет. Фронталочка на 16 мегапикселей. В общем, друзья, самая главная проблема этого телефона, это отсутствие глобальной прошивки. Это не глобалка. Не Global Version. Но здесь есть Google Play. То есть вы можете загружать, но глобалочки здесь не будет. Это самая большая проблема этого телефона. Почему я включил его в этот топ? Потому что хотелось, друзья, разнообразить этот топ. То есть Xiaomi там, то сё, пожалуйста, это, конечно, все интересно. Но хочется немножечко альтернативы. И вот альтернативой является Lenovo. В общем, пятое место. Не берите его, потому что это не глобальная версия. Но я вам о нем полностью рассказал. Если вы живете в Китае, то, пожалуйста, этот телефон будет вам зачет. Четвертое место, друзья. Pocophone Lite. Как я его назвал, многие хейтили меня за это. Это Meizu 8X. Действительно, это Pocophone Lite. Как ни крути, друзья. Здесь экран 6, 15 дюймов. Full HD+, разрешение 395 ppi. Это IPS-матрица. Здесь 710-й дракон, друзья. 710-й дракон. Adreno 616. Версия начинается от 4.64. По сути, повторяется Lenovo Z5s. Но это, друзья, глобалочка. Сразу хочу сказать. Это глобальная версия, которой вы можете пользоваться. Здесь есть Google Play, все остальные. Русский язык. Ну, короче, все, есть все необходимое. 168 тысяч ванду, тут она его выбивает. Батарея не такая большая, на 3210 мАч. Раздача Wi-Fi 5 Гц есть. Bluetooth 5.0. USB-C, пожалуйста, друзья. Mini-jack, пожалуйста, друзья. NFC нет. У Meizu вообще с NFC проблема. Поэтому, когда вы слышите слово Meizu и NFC, они как бы несовместимы на данный момент. Основная камера на 12 Мп, f1.9 и фронталочка на 20 Мп, f1.9. Что можно сказать по этому телефону? Телефон вышел красивый. Он действительно компактный. Если его сравнивать даже со старенькими телефонами, там, тот же самый Xiaomi Mi 5s, то, по сути, он почти что таких же габаритов. Хотя почти что на целый дюйм экран у него больше. В общем, это компактный, хороший, небольшой телефон. Самый большой плюс этого телефона, это 710-й дракон. Очень шустрый, очень быстрый. Это предфлагманский процессор, который тянет абсолютно все. Телефон мне нравится. Он компактный, удобный. И единственное, что если вы не привыкли к Flyme OS, то к ней надо немножечко привыкать. Это не такая большая проблема. Действительно, очень хороший, достойный телефон Meizu 8X на четвертом месте. Третье место, друзья. Honor 10 Lite. Здесь 6,21 дюйма экран, Full HD+, разрешение 415 ppi. И это IPS-матрица. Здесь уже знакомый Kirin 710. Видеоскоритель Mali-G51. Версия начинается от 4,64. Этот телефон чем интересен в данный момент? Вы можете его купить в любом магазине, то есть в Евросети и так далее. В России, в Украине, в других странах. И он будет стоить не так дорого. То есть в России приблизительно от 14 до 15 тысяч рублей. Но показатели у этого телефона великолепны. Здесь он выбивает в Antutu около 138 тысяч баллов. Wi-Fi раздача на 5 Гц и прием на 5 Гц. Bluetooth 4.2. И здесь, друзья, NFC. Я вам хочу сразу сказать, что в этом топе это будет телефон 11 с NFC. Это официальная версия. Если вы берете, то NFC есть и никаких проблем. Микро-USB, мини-джек присутствует, батарея на 3400 мАч, основная камера на 13 мегапикселей, плюс фронталочка на 24 мегапикселя. Все необходимое в этом телефоне есть. Телефон очень красивый, молодежный. Если вы хотите сделать подарок девушке и так далее, то я думаю Honor 10 Lite это один из самых лучших телефонов. Он действительно очень красивый и симпатично, хорошо смотрится. Железо здесь не такое стыдное, как казалось бы, но самое главное отличие этого телефона все-таки присутствие NFC. Для некоторых это как бы кровь из носа, он необходим. И здесь он есть, друзья. Это самая большая заслуга этого телефона. Поэтому заслуженное третье место Honor 10 Lite. А пока мы продолжаем, друзья. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео обязательно. Делайте репост максимально этого видео. Пишите любой комментарий, который вам только в голову придумается. Пишите свой вариант, чтобы вы включили в этот топ. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. Второе место. Meizu 15. Да, друзья. Пришло то время, когда Meizu скинул цены. И Meizu 15 стал просто симпатичнейшим телефоном. По характеристикам 5,46 дюйма экран, Full HD разрешение. И здесь, друзья, Super AMOLED. То есть за эту цену вы берете Super AMOLED 403 ppi. Если вы любите посмотреть на красивые цвета, на глубину цвета и так далее, конечно, лучше AMOLED не найти. Но есть у AMOLED свои недостатки. О них вы тоже, наверное, знаете. Здесь на Dragon 660, Adreno 512. Мы уже тоже говорили об этом процессоре. Он хороший, тянет все, что необходимо. Вообще проблем с этим процессором никаких нет. Версия на 4,64. В Antutu около 134 тысяч баллов убивает. Батарея на 3000 мАч. Небольшая батареечка, да, согласен. Но здесь Super AMOLED. Super AMOLED никогда не кушает сильно батарею. Поэтому здесь, в принципе, такое себе. Ну, как бы нормальная батарея. Wi-Fi раздача и прием на 5 Гц. Bluetooth 4.2. USB Type-C нужно, друзья? Пожалуйста, без проблем. Здесь оно есть. Миниджек? Да, пожалуйста, есть. Основная камера на 12 Мп. F1.9. И фронталочка на 20 Мп. F2.0. Значит, друзья, чем интереснее этот телефон в первую очередь? Ну, как по мне. Здесь тоже Flyme OS. Понятно, все. Будет обновление и так далее. Это все-таки, друзья, как ни крути, это флагман. Здесь не флагманский процессор. Но, друзья, у Meizu это официально флагман. Поэтому здесь Super AMOLED. Здесь хороший процессор. Адаптированная система. И фишка этого телефона, как по мне, самое главное, это его звук, друзья. Звук здесь просто четкий. Я не знаю, зачетнейший звук за эти деньги. То есть лучший звук за эти деньги это Meizu 15. Вот лучше просто-напросто не найти. Если вы как бы хотите хороший звук, то, пожалуйста, видео смотреть, музыку слушать. Даже если фильм загрузится с хорошим звуком, то это будет просто супер зачетно. В общем, один из самых лучших телефонов на втором месте. Meizu 15 достойно скинул цену. И сейчас он прям очень-очень интересен. Чего здесь нет, друзья? Да, все правильно. Здесь нет NFC. Но, в принципе, это заслуженное второе место. Кто же на первом месте, друзья? Конечно же, Redmi. Да, не Xiaomi, а Redmi. Redmi Note 7. Он уже был в другом топе, но в этом топе будет версия на 4.64. Мне кажется, это одна из самых лучших версий сейчас вот как бы на рынке. Значит, по характеристикам здесь 6.3 дюйма экран. Full HD Plus разрешение. Это IPS матрица. Процессор 660 Snapdragon. Не будем о нем говорить. Мы уже, в принципе, о нем много говорили. Adreno 512 ускоритель. Версия на 4.64. И мне кажется, вот эта версия самая актуальная. Это самое большое отличие этого телефона. В Antutu около 144 тысяч баллов. Батарея на 4000 мАч. Самая большая в этом топе. И спасибо вам всем, Мишеньки. Батарея на 4000 мАч. Это круто. Wi-Fi прием и раздача на 5 Гц. Классно. Bluetooth 5.0. Есть тикпорт. USB-C. Пожалуйста, есть, друзья. Миниджек. Тоже есть. Ну и самое большое, наверное, отличие. Камера на 48 Мп. Здесь от Samsung F1.8. И фронталочка на 13 Мп. Друзья, почему он стоит в топе на первом месте? Все-таки здесь, наверное, самая лучшая камера на сегодня. Вот за эти деньги лучше камеры вы просто-напросто не найдете. Это как бы самое большое отличие от этого телефона. Redmi Note 7 стал красивее, интереснее. Он стал не такой стыдный. В принципе, здесь есть все необходимое. Чего здесь нет, друзья. Все правильно. Здесь нет NFC. Если сравнивать наш топ, то вы хотите NFC, то в этом топе Honor 10 Lite. Это как бы телефон хороший, не стыдный. Здесь есть NFC-шка. Если вам принципиально, то вам сюда. Если вам нужен хороший звук и, в принципе, такое флагманское отношение к телефону, то это Meizu 15. Если вам нужна лучшая камера, это Redmi Note 7. То есть, смотрите, всегда мы идем на какие-то определенные компромиссы. Что-то есть в одном телефоне, чего-то нет его в другом телефоне. Если вам нужен самый мощный телефон в этом топе, это Meizu X8. Друзья, с вами был я, Эдскрабер. Вот здесь должна появиться ссылочка на вторую часть, если вы смотрите постфактум. Всем хорошего настроения. Это был мой топ. И всем пока-пока.